Частка переведена на удаленку студентов, а частка займается в аудиториях, тому я частку выкладаю в университет, езжу, а потом вертаюсь до дому, мотаюсь. Ну, давай тогда объявляй начало нашего шоу детского. Всем привет, вы видите и слышите Альбертовича, Стефаныча, это значит, что в эфире почти детское. Иногда интеллектуальное шоу пикейных жилетов Альбертовича и Стефаныча клевещут. Альбертовича и Стефаныча клевещут. Да, кстати, сразу о детстве. Ты затронул какие-то струды в моей душе, и арфа сыграла какую-то такую стародавнюю мелодию. А не многие знают, что у Стефаныча душа из арфы состоит, в общем-то? Да, из арфы, вот если, допустим, душа Скрипкова Альбертовича, то у меня арфа или даже орган или орган, душа это как отдельный орган. Интереснейшая информация про детство. Вот буквально только что появилась, против бойскаутов Америки подали 90 тысяч исков о сексуальных домогательствах. Долгие годы, я когда смотрел на вот этих бравых, розовощеких, американских мужчин и даже женщин в шортиках и галстучках, конечно... Подожди, а зачем ты долгие годы смотрел на розовощеких мужчин? Американских именно. Американских, а ты знаешь, их показывали в кино, в фильмах. Более того, в 80-е годы эти мужчины и женщины в этих галстуках и шортах приехали в наш славный город Минск и создавали здесь активно эту самую скалтскую организацию. Мне не напоминали всегда банду педофилов и завращенцев, но я со многими делился этими подозрениями, но они говорили, что это не так. И видишь, вот мое подсоздание, мое чувство на самом деле меня не обмануло. Оказалось, что длительное время, на протяжении долгих лет, под видом проповедования американских идей, демократии и тому подобное, скрывалась организация, которая просто насиловала мальчиков, девочек и так далее. Кстати, организация будет закрыта, она разорена, потому что, конечно, вытянуть 90 тысяч исков от разных людей, которым от 80 до 7 лет, видно, трахали всех без разбора. Ну, такая привычка, если уж заниматься, то широко, с размахом. В общем-то, видите, какая детская милая организация оказалась. Поэтому людей в галстуках, да, пионерских, да, или похожих на пионерских, в красных можно не обходить, у них идеалы другие, а вот в таких вот крученых, верченых, и особенно мужчин и женщин, когда они в шортах, ну, это, особенно если шорты с латекса еще точно, лучше, как говорится, обходить стороной, иначе, может, дело плохо закончится. Вот такие детские у нас новости, совершенно детские. Хорошо, ты мне лучше скажи, вот ту новость, которую мне... Знаете, мы обмениваемся новостями в течение этой недели. Эту новость мне Стефаныч прислал с пометкой «Главная новость недели». Прямо главная. Страны, ОСЕАН и их торговые партнеры подписали крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле. Почему, по твоему мнению, это самая главная новость? Пока все заняты ковидом, пока все заняты какими-то мелкими, по сути, политическими дрязгами, которые ничего не меняют. Страны вот эти, на территории которых проживает 2 миллиарда человек, организовали единое торговое пространство. И это очень серьезное заявление для конкуренции в мировой экономике. Это, в первую очередь, очень нехороший, я бы сказал, плохой знак для Европы, который все больше... Для США даже, мы не будем сейчас США обсуждать, конкретно для Европы. Потому что сколько производится продукции в таких странах, как Филиппины, Тайвань, Индонезия, Япония и многие другие, никому объяснять не надо. И насколько активно эти страны сейчас развиваются. Эти страны вошли в единое пространство, там не будет налогов, будут спокойно, свободно перевещаться. Живая сила, техника, вы уж извините за военную терминологию. Короче, появляется еще один очень крупный игрок. И это придаст очень серьезный заряд развитию экономики. Это становится серьезной проблемой в плане конкуренции для Европы. Ты знаешь, мне кажется, в данном случае и вообще в целом проблема Европы не то, что кто-то там подписывает какие-то договора, объединяется и делает крупные рынки, а в том, что сама Европа не может договориться между собой. Так что то, что там кто-то о чем-то договаривается, это вообще пофигу. Если вы будете сами внутри своей... То есть те самые Соединенные Штаты Европы, которые думали все, что они когда-то создадутся, это очевидно не получается. Просто Европа разваливается. Совершенно не получилось создать общие ценности, не получилось создать даже видимость какой-то дружбы, когда греки ненавидят немцев, потому что те богатые у этих нету кредитов. Нет, но в самом деле это неправда. Немцы греков ненавидят. Наоборот, наоборот, греки ненавидят немцев. Неправда. Тысячи греков работают в Берлине. Десятки, сотни тысяч греков работают по всей Европе и в Германии. Никто там никого не ненавидит, да в самом деле. Да, польский национализм, например. Хорошо, почему тогда в Греции чувствуете нацистские... Блин, греческий нацизм, это вообще даже смешно звучит, но это там как-то «Золотая заря» или как там называлось. Вот вспомни бэкграунд исторический. Были так называемые черные, кажется, полковники, да? Это была хунта греческая. Семидесятки. Которая фашист... Да, они захватили власть в этой стране. И что, вот эти люди, таких взглядов, они просто так исчезают? Конечно, нет. Осталась какая-то партия, которая отстаивала эти интересы, которую сейчас признали вне закона, лидеров, которых, кстати, арестовывают. Это делать было совершенно необязательно, потому что все это дело уйдет в подполье. При этом там сильны левые партии в Греции, в Италии. То есть там происходит политическая борьба. Это совершенно нормально. Я не вижу здесь проблем. А что, в Германии правых нет? Они загнаны просто в андеграунд и все. А что, в Норвегии нету правых? Со всеми этими северными фронтами и так далее и тому подобное. Да везде есть правые. Это нормальный процесс совершенно, когда есть правые, левые. Это, наоборот, подчеркивает, так сказать, наличие некого плюрализма. Насчет национальной ненависти это сильно сказано. Европейцы, на самом деле, все больше и больше перемещаются из страны в страну, работают в разных странах. И сказать, что, допустим, вот Румыния жутко ненавидит итальянцев, потому что вот Италия более богатая страна, а при этом вынуждены многие итальянцы... Конкретно греки ненавидят немцев, потому что те заставили их платить по кредитам, когда вот этот греческий кризис происходил. Я видел только, да, я видел только заявление двух политиков, которые сказали ненавидят, а имеют претензии. Я общался с греками, с десятками греков, которые живут в Берлине конкретно, которые там работают на разных должностях, и слово, что они ненавидят или не любят Германию и немцев, вот конкретно... Очевидно, греки, которые живут в Берлине, очевидно, любят немцев. По-моему, надо говорить с греками об этом, которые живут в Греции. В Греции то же самое. Кстати, греки весьма очень странных взглядов, весьма близких к правым взглядам, да, они вообще о ненависти Германии и немецкому правительству вообще не писали. Они и вообще не говорили. Там есть претензии к немецким корпорациям, и к европейским, и к мировым корпорациям, к американским, которые контролируют, в общем-то, экономику, экономическую жизнь и вытягивают соки не только из Германии или из Греции, они вытягивают из разных стран. То есть это вопрос совершенно иной. Это вопрос глобального контроля мировыми корпорациями экономики. И создание различных ситуаций, когда люди, вот как сейчас, теряют свои бизнесы, теряют свои деньги. Но это, как, знаешь, сообщающиеся сосуды. В одном месте убавилось, в другом прибавилось. Если у одних стало меньше, значит, у кого-то стало больше этих самых денег. Поэтому это претензии к банкам крупным, корпорациям, а не претензии лично к Германии. Это были претензии, допустим, к канцлеру Германии. Я очень себе представляю, знаете, обычного грека, который отработал, ну, не знаю, там, в кафе каком-то, который скоро закроется, и приходит домой, мне вообще не с женой, говорит, вы знаете, у меня нету, ты знаешь, нету личной претензии к грекам, у меня претензия к Дрезденбанку, который требует отдавать кредит, или претензия к ФРС США, который это все поддерживает. Конечно, они не мыслят такими категориями. Они мыслят так, Германия богатая страна, мы бедные. Почему они им не дают деньги? Это как везде так... Не надо, Альбертович, так примитивно представлять, там, греков или итальянцев. Ты что думаешь, что Меркель, одев фашистскую каску, приезжает на танки с немецким флагом, да, и забирает это кафе? Кафе это забирает банк, оно приходит, его и описывает. зачем ты мне это объясняешь? Я тебе просто говорю, что как раз скорее в большинстве своем народ довольно вот так вот примитивно это и соображает. Он не думает, куда все эти деньги, он не разбирается, куда эти деньги делятся. Он понимает, что он ходил на работу постоянно, получал зарплату, работал честно, конечно же, никто не спорит с этим. И тут вдруг у него заканчивается работа, и ему еще говорят, что вся его страна, все вот эти греки еще кучу денег должны, и вы сейчас будете жить точно хуже в ближайшее время. И говорят это вот люди с севера, которые как раз живут очень хорошо и по какой-то причине заставляют их жить хуже. Я лично общался. Вот если увижу с моих греческих друзей, если кто-то вот такое расскажет, я тебе сразу вот честно скажу, что такая точка зрения существует. И скажу честно, что есть такая тема. Пока ни разу не встречу. Ну, дело в том, что как раз я общался с греками из Греции, и там очень много обид на Германию, начиная с того, что они оказывается как раз в те там 70-е или 60-е в кредит строили подводные лодки грекам, которые оказались ржавым металлоломом. Ну и знаете, вот такие вот рассказы из серии специально все сделали плохо, чтобы нас в кабалу экономическую затащить. Вот в таком плане. Поэтому я и говорю, что греки... Ну, это интересно, это может быть более пожилого возраста, потому что не то, что я там молодой человек, я уж совсем не молодой, но общаюсь, возможно, с более молодыми, может, каким-то прогрессивным мыслящими или занимающимися какими-то формами творчества и искусства. Возможно, у них какой-то другой взгляд или интеллектуальная деятельность. У обычных обывателей вполне может быть вообще другое видение этой ситуации. Как я уже сказал, если наткнусь до такого грека, имеющего такие непредалимые, в общем-то, претензии, к немцам и немецкому государству, все непременно сообщу, с огромным удовольствием нашел такого грека, вот, даю сигналы сразу. Я знаю, что греки, допустим, жульничают. Они любят не платить налоги, они постоянно это в Фейсбуке обсуждают, кто на сколько, в общем-то, не заплатил. Работает таксистом, да, делая какие-то заказы. То есть это люди, в отличие от немцев, большинства есть разные. Я не буду говорить там про Бориса Бейкера, да, который по всем офшорам задыкал деньги, да, там, от немецкой налоговой системы. И теперь его там пытаются засудить, что-то у него забрать с мамой и родной. Слушай, ну это везде спортсмены, это такая вот, тот месси, который кучу бабла зарабатывает и от налоговой их скрывал, понимаешь? Типа все на отца свалил в итоге. Да, ну, а, кстати... Мне реально непонятно. Вот, смотри, ты вырос в каком-то... Все в основном они из бедных семей довольно поднялись и стал зарабатывать кучу денег. То есть тебе не хватает? Ты еще хочешь спрятать вот эти... То есть ты заработал 5 миллионов, из которых миллион ты платишь налогами. Тебе 4 миллиона не хватает на что-то? Что с ними происходит такое? А я могу сказать, что дело в том, что большинство спортсменов, как правило, да, ну, в отличие от большинства людей, у них просто нет времени на получение вообще образования технического, высшего или финансового. Поэтому у каждого спортсмена... Вот смотри, на примере Бориса Бекера. Тому бы было 16 или 18 лет, он стал суперзвездой. Да, у него была куча поклонников и так далее. У Бориса Бекера, кстати, как у Месси, у других вообще спортсменов, есть менеджеры. Это взрослые, пузатые, или даже не пузатые дяди в хорошей или плохой форме, которые занимаются финансами, которые занимаются их контрактами и вообще за счет этого неплохо живут. Безусловно, они дают разные советы по поводу того, куда вкладывать деньги, где их хранить и так далее. Поэтому здесь на процентов 70, я уверен, 50. В общем-то, любой человек в душе в большей или меньшей степени является собственником и он алчный. Если ему говорят, чувак, вот смотри, хочешь сэкономить полтора-два миллиона там евро? Он говорит, да. А вот давай я тебе дам хороший совет, куда положить деньги, как этого избежать. И вообще у тебя никаких проблем не будет. Я беру на себя все эти операции. Я нахожу банки, перевожу деньги. Ты мне платишь процент, я занимаюсь твоими делами. Кстати, в США то же самое со многими людьми происходит. Я согласен, так и есть. Но понимаешь, дело в том, что если, понимаешь, невозможно, то есть, если есть люди, которые этим занимаются, действительно, то этому спортсмену достаточно было бы просто сказать, а вот у меня ответственный, если что-то сперли, пожалуйста, с него взимайте. Но почему-то суд добирается именно до этих вот самых популярных людей. То есть, очевидно, как-то доказывается, что они в этом тоже участвовали. То есть, они либо знали о том, что вот это идет укрытие налогов и это одобряли, либо сами что-то делали. Альбертович, человек гениальный или талантливый, он гениальный только в том, что он умеет хорошо делать. Вот в остальном он может быть полным профаном и дураком. Ну да, да. А они могут быть, к сожалению. Еще могу тебе сказать. На примере музыкантов, людей творческих, часто творческие люди, музыканты, вот я могу ответить на примере очень многих известных людей, они мне сами рассказывали, они совершенно несмотря подписывают контракты. Они их фигово читают, совершенно не разбираются юриспруденции, часто не берут специального адвоката по авторским правам или вообще независимого эксперта и просто подписывают. А если ты подписал известный юридический казус, ты за это будешь все отвечать делом. То есть можно кивать, что мне дядя сказал подписать. Вот там доказывайте, что он на тебя психологически давил. Докажите, что ты не понимал, что ты подписываешь. И поэтому очень часто эти люди, конечно, влетают, да, совершенно серьезно. Как американские, не знаю, хип-хоперы, да, небезызвестный хип-хопер, который из Италии вез в чартанном рейсе там два или три миллиона наликом, да, в мешках каких-то. Его просто взяло, таможня словило, его поставило там лицом к стенке в очень нехорошую ситуацию. И он сказал, слушайте, ну, я привык, собственно, в Штатах, мне вот наликом платят. А вообще, в чем проблема? А ему говорят, а проблема вообще в законодательстве. Еле там отмазали, да, американское правительство и все остальные там за него ходатайствовали со стезами на глазах. То же в Норвегии, в Швеции произошло с хип-хопером американским. То есть, на самом деле, человек, если он что-то там талантлив, это не значит, что он талантлив в проведении финансовых операций, или он в законах разбирается. К сожалению. Хотелось бы, чтобы все люди были грамотны, как минимум. У них был какой-то ликбез, да, экономическо-правовой. Но на самом деле ситуация обстоит по-другому. достаточно вспомнить, как попадаются просто люди в той же Индонезии с марихуаной, с наркотиками в странах, где за это смертная казнь. То есть, ты летишь в страну с наркотиками, ты даже не в курсе, какое там законодательство и попадаешь в смертную компанию, что там могут быть реальные дилеры, реальные вот эти перевозчики наркоты, но постоянно идут эти новости, когда какая-то европейская страна уговаривает ту же Индонезию отпустить его поддан, их поддан, потому что вот действительно просто чувак для себя что-то там вез и попал вот в такую фигу. То есть, даже на уровне собственной жизни люди не знают законы, чтобы свою жизнь не лишить. Альбертыч, тут еще знаешь, в чем проблема на самом деле? Это чисто психологическая проблема отношения к странам третьего мира. Вот эти люди, которые из Швеции, Германии, едут в Индонезию, Филиппины и другие страны, там Вьетнам, Лаос, с точки зрения отрыва и развлечения, они считают, что это страны, в которых вообще по умолчанию нет законодательства. Что они там творят? Они считают, они туда летят, некоторые находятся вообще там в полубессознательном состоянии, пьяном и обдубашенном. И то, что у них там нашли наркотики или что, это совершенно неудивительно. Потому что эти люди, прилетая туда, они ведут себя как совершенные скоты. Вот шведов, я посмотрел, норвежцев, еще каких-то людей, которые совершенно культурные, цивилизованные люди у себя на родине и что они вытворяют в общем-то в этих странах, это просто полный кошмар. То же касается использования там проституток и так далее, это все нелегально. Они почему-то считают то, что нелегально у них на родине, становится легальным, если они пролетят несколько тысяч километров. Это просто обычное колониальное мышление, отношение к людям как к людям второго сорта. Вот это, вот этот россказни, да, европейцев, американцев, о том, как они стали либеральными и насколько они равными себя воспринимают людей из других культур или с другим цветом кожи, это все полная ерунда. 80% это обычные совершенно быватели от Бороска. Я бы еще в защиту сказал, что это не всегда так, что типа колониальное мышление, еще, знаешь, люди просто, когда уезжают из своего дома в другую страну, это ощущение того, что, собственно, там тебя никто не знает и ты можешь делать все, что хочешь. Еще вот такое, ну, блин, когда... Альберточ, эти люди у себя на родине, 90%, они зарабатывают там по полторы две тысячи евро и они на самом деле обычные лузеры, которые не могут им даже в кредит во Франции или в Германии дом не дадут купить. Но туда они приезжают королями, потому что там дешево все и потому что они считают себя выше уже по определению, что у них есть какие-то маленькие деньги. Поэтому они как только выходят, входят вот в это невменяемое состояние. Кстати, Индии этого касается, то же самое. Они приезжают там посмотреть на какие-то святыни там, не знаю, послушать какую-то трансовую музыку, заняться йогой, но на самом деле они находятся там в каком-то полускорском состоянии, ничего не зная вообще ни о культуре Индии, ни о обычаях этой страны, ни вообще о том, как там живут люди, что там просто грязно на улицах, там есть бездомные. Они вообще себе представляют это как открытку, да, там из Кришнаистского храма, где все очень ярко и красиво нарисовано, яркими красками. А когда они прилетают, они видят правду жизни, вот этот весь окружающий кошмар и ужас, нищеты этой страны. При этом они ни с кем не общаются, как правило, из местного населения. Они общаются только друг с другом насчет того, где вырубить наркоты или напиться. Есть люди действительно и из западных стран, там из России, из Белоруссии, которые едут за духовностью, которые ищут, не знаю, интересных встреч, исследуют интересные, интересные впечатления, природу хотят увидеть и так далее. Но вот эта часть туристов, вот эта дикая, она, конечно, о цивилизованных людях, так называемых, да, или о людях из Европы, там, Австралии, США, к сожалению, конечно, ну, давай, давай тогда как раз о цивилизации поговорим, о Белоруссии, то нам скажут, почему мы это не упомянули. В Минске умер 31-летний сторонник оппозиции, Роман Бондаренко, которого избили на площади перемен, то есть человек в балаклаве, опять же, без всяких опознавательных знаков, пошел срезать ленточки, в Минске есть такая площадь перемен на улице Червякова, там опять начали что-то разбирать, убирать, срезать ленточки, этот Бондаренко ему что-то сказал, тот его начал бить, похоже, головой ударил о детскую эту горку, и потом в больнице Бондаренко умер. Кстати, до сих пор родственникам тело не выдают, и это опять всколыхнуло большое количество людей в Белоруссии. Опять же, не заведено уголовное дело никакое по этому поводу, президент опять выступил, заявил о том, что там пьяный был, я очень понимаю, вот знаете, типа, ну хорошо, если человек пьян, значит его можно убивать, в принципе, и не надо даже разбираться, кто там, но мы это опять не будем обсуждать, мы это по второму кругу обсуждаем, меня опять смущает, что прошла неделя, и в принципе, то есть я не ощущаю, знаешь, для белорусского общества такое уже, как будто это, как нормальное, вас убивают, окей, вас прессуют, окей. Ты знаешь, идиот, идет процесс постоянного противостояния общества и власти, вопрос, первый раз в Беларуси при этой власти убивают человека ни за что, нет, это было многократно, начиная с 96-го года постоянно убивали людей. Слушай, хотя бы даже этот год, вы выяснили, где делись те люди, которые пропали после протестов, где эти люди вообще? Почему, почему вас вот возмущает только одна эта смерть, где еще пропавшие люди? Опять молчание? То есть, это уже как забыто такое, и этот Бондаренко будет забыт через месяц, понимаешь? Не, не будет тот забыт, дело в том, что не в этом дело. Дело в том, что совершенно параллельные два мира, да, в одном существует власть, а в другом существуют люди. и пока эти как бы миры или вот эти люди, которые при власти, они не захотят прислушаться к людям, в такой маленькой стране, как Белоруссия, это все будет вести к общему кризису. И главное, к кризису не только идейному, который уже присутствует, к кризису моральному, к кризису, который приводит к депрессии. Очень многих людей здесь депрессия, потому что они чувствуют свою незащищенность. Недавно, недалеко вчера выступил известный футболист Хацкевич, который сказал, что чувствует себя тоже незащищенным, как гражданин этой страны. То есть, пока не будет диалога, мы уже сто раз говорили об этом, в общем-то ничего не будет. Будет ли расследование? Ну, слушайте, справедливых расследований в постсоветских странах, особенно если это как-то связано с политикой, пока не проводилось, да, и результатов никаких не было. Конечно, удивляет, ну, в очередной раз, это уже, ну, вот это совершенно беззубая, никчемная позиция всяческих организаций, типа ООН, Евросоюз и так далее, которые в очередной раз грозят пальцем, намекают и говорят, выступают за соблюдение прав человека. Ну, вся эта очередная пустая болтовня, введение каких-то санкций против чиновников, причем эти чиновники никогда вообще в страны Запада не ездили, они туда ехать не собираются. Эти вообще все санкции по боку. При этом, в Евросоюзе, в других организациях знают, но они вот прописывают это все, голосуют, не знаю, делают очередные, там, тысячные слушания. Белорусские оппозиционеры, которые так называемые руководители оппозиции ездят по премьер-министрам, другим там, не знаю, руководителям стран, они все это обсуждают. Ну, короче, есть два мира, да, вот эта вся говорильна, пустая болтовня, и есть очень неприглядная, опасная реальность, с которой сталкивается каждый гражданин, и, безусловно, каждый человек заинтересован в своей безопасности, здоровье, и здоровье близких. Я вот еще дополнительно еще одна новость, как бы из Минска, вот есть площадь перемен, да, на Чередуково, есть такой микрорайон Новая Боровая, он там построенный между Уручье и Зеленым Лугом, немножко за Кольцевой, это новый довольно микрорайон, там живут такие молодые семьи, тоже довольно оппозиционные, как бы, мы вам уже рассказывали, что протест, протест перешел в такие вот дворовые виды, то есть в каждом дворе есть свой чат, они там собираются, так вот, в этом... Да, подожди, Альбертович, очень важный момент, чтобы люди поняли, вот Новая Боровая, это коммерческая застройка, самая дешевая на комнатной квартиры, там стоит около 80 тысяч долларов, да, и выше, да, многие люди, конечно, не могли позволить, и эти люди, как правило, брали кредиты, многие льготные кредиты, по несколько кредитов у государства, да, вот у этого отвратительного, плохого, тоталитарного государства, на постройку этих квартир, более того, строили люди по одной, по две, по три квартиры, для того, чтобы две квартиры сдавать в наем, то есть делать бизнес. И вот 25 лет, или сколько, да, вот они находились в государстве, с государством в чудеснейших отношениях, то есть они пользовались всеми этими благами, которые предоставлял этот режим. и вдруг в августе, да, произошло прозрение невероятное, да, связано оно было с протестами, там, с насилием и так далее, и вдруг этот режим, который выдавал эти совершенно дешевые кредиты, которых нельзя, в принципе, нигде в мире получить, на таких условиях, да, которые есть в Беларуси, они там собирали справки различные по горосполком, тоже в госорганизации, а вдруг вот этот район, да, он стал невероятно оппозиционным, да, он, люди стали вот невероятно выступать против власти, и на днях, недалее как сегодня, отключили там воду, нет, это уже три дня, три дня, уже три дня, в этом районе нет воды, сейчас разбираются, кстати, власти, там был просто заварен, заварена одна труба, конечно, кто это сделал, почему и зачем, разговор отдельный, жители говорят, что это сделали специально, если бы была, конечно, независимая комиссия, она сделала вывод, это один момент, но сейчас, безусловно, мяч на стороне вот этих жильцов, которые упрекают власти в том, что произошла авария, в том, что сейчас, кстати, нет отопления и так далее, то есть власть, даже если представить на секунду, что это было действительно аварии, власть в информационном плане проиграла эту битву оппозиционным силам полностью, окончательно и бесповоротно. Действительно, если это отключили, это, конечно, садизм и безобразие, если людям отключили, сегодня в Минске выпал снег, сегодня холодно, если людям отключили воду, у них есть и маленькие дети, да и, в общем-то, там взрослым нужно иногда пить, мыться и так далее. А уровень проблемы управления показывается в том, что об этой проблеме сегодня даже говорил сам Александр Григорьевич Лукашенко, то есть отсутствие воды в микрорайоне настолько нерешаемая проблема за три дня, что ее должен решать президент страны, но как это, это конкретный кризис управления, это конкретно кризис в решении чего-либо в стране. Ну, как, да, вот, в общем-то, как кто-то хорошо написал, ура, коммунальщики перешли на сторону протестующих. На самом деле это трагедия, люди помогают, люди доставляют воду, люди опубликовали объявления, желающие из Боровой могут приехать погреться к ним в квартире, в квартиры пожить и так далее и тому подобное. Безусловно, это проблема и в интересах властей сейчас это все дело решить. Интересно, кстати, отсутствие воды в Боровой и отопления будет обсуждаться в Бундестаге немецком. Вот это тоже для меня интересная проблематика. Вот, как правило, белорусский парламент вопрос коммунальных служб Германии не обсуждает, да, у себя. Ну, так вышло, к сожалению. Я думаю, должны еще в американском конгрессе и отправить воду, да, из Калифорнии, причем она будет газированная, апельсиновая и так далее и тому подобное. Все это, конечно, плохие шутки, особенно, когда нет воды, но, допустим, в районе, где я живу, тоже было, ситуации были похожи. Понимаешь, я просто, это все новости в основном, меня смущает во всем этом, что по-хорошему, вот вам отключают воду, вы выходите протестовать, вас убивают, вы выходите протестовать, вас бьют, вы выходите протестовать. Может, что-то другое начать делать, я так, ну, думаю, вот, есть предположение, то есть, если за сто дней ничего не происходит, я, естественно, как говорил Стефаныч, это несомненный кризис лидерства в белорусской оппозиции, но, хорошо, эти сидят, почему другие люди не появляются, это что, вот, все, все, кого посадили и вывезли в Польшу, это все, кто могут что-то предложить, то есть, это конкретно, очевидно, белорусская черта, просто не вылазить и не отсвечивать, что-то... Слушай, это вот то, что рассказываешь, это все спекуляции, да, спекуляции... Ну, хорошо, а где лидерство, где предложение, где какие-то идеи? Лидеров тут масса, какие идеи тут могут быть? Какие могут быть идеи борьбы с вооруженными людьми? Вот, какие могут быть идеи? Идеи здесь могут быть уйти в подполье, больше идей здесь никаких не было изначально. Ну, а в чем проблема? Ну, очевидно, никто не хочет этого делать, все хотят сидеть, ждать, когда кто-то это сделает. Так если вы не хотите этого делать, так чего вы удивляетесь? Чего вы протестуете? Уже все поняли, вы против. Подожди, стоп, Альбертыч, люди, которые хотят протестовать, они имеют на это право. Вот они берут и выходят. Их это право, их право получать дубинкой, их право умирать, в общем-то, да? Слушай, а в США они получают дубинкой? Вот в США сколько людей убито, какие разгоны? Вот они тоже выходят, протестуют. Вот и все. Они что-то меняют, я, конечно, понимаю, что ты считаешь, что это ничего не меняет и ничего не меняется, но они как раз что-то меняют. Вообще не меняют. Да ничего там не меняется. Ты возьми, почитай, я тебе высылал интервью, собственно, Киссинджера о Байдене. Ты возьми, прочитай, что человек рассказывает об этом человеке, что он его вырастил с 30 лет, что он, при том, что один республиканец, другой демократ, он говорит о специальных консультантах, которые будут работать с Байденом, он пишет о том, что в США ничего не изменится, то, о чем я говорил в прошлый раз. Киссинджер, наверное, больше смыслит в политике, безусловно, в раз тысячу, чем я или чем ты, потому что он и занимался, он и сделал политику. Я не спорю. Вот и все. Вот и все. Ничего не меняется, на самом деле. Нет, это все-таки, понимаешь, президент США, это не император США. Он что-то предлагает, что-то отказывается. На примере Трампа было видно, что ты не можешь просто делать все, что тебе хочется. Кстати, по поводу Трампа, он очередной твит написал, что он выиграл эти выборы. Как раз я тут, пока ты спорил, я искал, где он это написал, что I win this election, конкретно было написано. Вот чудесно. Оставшееся время весь истеблишмент и вся правовая система Соединенных Штатов Америки попробуют доказать Трампу, вообще попробуют, возможно, при том, что он наймет очень хороших юристов, что не выиграл эти выборы. И посмотрим, чем это все закончится вообще на самом деле. Хотя, в общем-то, Киссинджер очень молодец сказал, это уже без этого петрушки Трампа уже решено, что, в общем-то, заступает Байден, что есть хорошие специалисты, которые будут его консультировать. И как он там очень мило заметил Киссинджер, что дело не в том, каким мы партиям принадлежим. Главное, что у нас одинаковые взгляды на развитие Соединенных Штатов Америки и на способы вообще ведения дел. То, что он сказал там про Китай и так далее, тому подобное. Поэтому, ну, все решено. Я вот сейчас показываю конкретно твиттер Трампа, вот его это сообщение. И обратите, то есть, I want the election, вот написано 16 ноября. Самое интересное, что твиттер это помечает, как multiply sources called this election differently. То есть, твиттер сообщение президента помечает, как, ну, типа, некоторые другие источники считают по-другому. А следующее его сообщение о фейковых там, ну, что там будет пересчитываться в Джорджии и прочее, помечено, как это сообщение спорно. Понимаете? То есть, твиттер сидит и президенту страны наваливает нервов. Назовем это так. Ну, слушай, слава богу, что пока вообще в интернете, да, сохранились вот эти маленькие элементы, так сказать, либерализма, да, когда можно что-то, какой-то значок поставить, что-то прокомментировать и так далее. это просто уже остаточные явления, потому что, да, в самом деле, все больше и больше. Интернет и глобальные ресурсы, сети, конечно, контролируются, да, причем контролируются жестко в плане контента и в плане всего остального. Это такие первые шаги. В будущем, конечно, все будет ремитировано и контролируется. Ты понимаешь, интернет такая штука, да, контролируется, Facebook, например, контролируется, Twitter, но дело в том, что ты в интернете можешь постоянно, точнее, не можешь, а они постоянно создаются какие-то новые вещи, новые социальные сети, куда народ, тебя это не устраивает, ты перешел в другое и пишешь, куча всего нового происходит, в этом интернет приколен, поэтому ты вспомни, сколько умирало раньше этих социальных сетей, сейчас какие-то новые эти ТикТоки, Снэпчаты, мы даже сейчас не знаем, еще, наверное, сейчас что-то уже более новое, чем ТикТок появилось, и там ты можешь делать и показывать все, что хочешь, понимаешь? Вот это и прелесть, но дело в том, что, обрати внимание, что тут еще за всем этим стоит коммерция, да, то есть все, в первую очередь, люди все больше и больше задают вопросы, вот когда начиналась вся эта движуха, мне вспоминается, Archive Org, да, они говорят, и это создатели, они из участников группы Grateful Dead, да, американская такая хиповая группа, культовая, они говорят, мы хотим распространять информацию, мы хотим, чтобы люди делились там между собой полезными сведениями и так далее, и тому подобное, все это было очень мило, очень хорошо, и мне это очень нравилось, сейчас, вот когда я сталкиваюсь, я вижу, как бы разговор идет исключительно о долларах, да, это нормально, мир изменился, да, нечего тут стонать, потому что люди, наверное, свою идеологию 70-х, 80-х пытались перенести в интернет, но то, что они могли сделать в той форме, как они это делали, они это сделали, и на этом все, да, сейчас есть другое поколение, у них совершенно другое видение, да, совершенно другое мышление, и это мышление на 90% коммерциализировано, и это, наверное, нормально, потому что для этих людей это их жизнь, для них это интересно, может быть, у них будет другое развитие, обогатившись, они захотят еще чего-то, связанного с искусством, творчеством, свободой, возможно, потому что у человека вот эти потребности, высшие потребности, как говорил Маслоу, да, они все-таки у некоторых людей существуют, и некоторые люди до этого самого момента чудесного дорастают, и, возможно, создатели тоже дорастут, и появится еще что-то новое, но, по крайней мере, за всем этим достаточно интересно наблюдать. Интересная история давности, ну, какой-то 25-летней давности, которая показывает, не знаю, много чего показывает, давайте просто расскажу. в 1995 году журналист BBC Мартин Башир взял интервью у принцессы Дианы. Это интервью стало сенсацией, потому что именно на нем Диана Спенсер впервые раскрыла, что они с принцем Чарльзом расстались, хотя на тот момент развода еще не было. Тогда это интервью посмотрели 23 миллиона человек, беседа была организована без ведома королевы Елизаветы II, и интервью привело Букингемский дворец в ярость. Так вот, теперь журналиста и саму BBC, брат Дианы, обвиняет в том, что интервью, он добился интервью, и то, что сказала там Диана, это произошло обманным путем. Как именно? Башир попросил графического дизайнера Мэтта Уислера создать фейковые документы в качестве реквизита для съемок передачи. Это были фальшивые банковские выписки, из которых следовало, что людям из ближайшего окружения Дианы, службы безопасности, платили за слежку за ней. Платили, соответственно, Букингемский дворец, чтобы они следили за Дианой. И это, собственно, и сподвигло Диану на интервью и на то, что она сказала. То есть, он посеял недоверие к королеве Букингемскому дворцу, кому угодно, и, в общем-то, произошло то, что произошло. Ну, тут много чего можно обсуждать. Во-первых, конечно, вот это, то, что все королевские особы все равно остаются людьми, это понятно, и изображать из себя добродетель, когда ты таким не являешься, это все странно, и когда это все вылазит наружу, это кажется еще более грязным, хотя, в общем-то, все люди не без греха. Во-вторых, конечно, когда средства массовой информации идут на все, чтобы получить хайп, чтобы получить зрителей, это так и осталось до сих пор. И это, собственно, история с Артемом Дюбой, наверное, подтвердила, блин, уже на чем, собственно, можно было построить. Ну, и жалко эту женщину во многом. Ты знаешь, парадокс заключается в том, что вообще быть принцессой, там, принцем в Англии это работа. Да. То есть, ну, так получилось. И есть люди, которые хорошо эту работу выполняют, есть, которые плохо. Когда ты в это все дело подписываешься, ведь когда она выходила замуж за принца, да, ведь первое, как описывают, опять же, любви-то особой там и не наблюдалось, потому что любил он другую женщину. Вот. Все это было похоже на такой хороший коммерческий договор. Кто-то хотел что-то получить, он это получил. Но при этом она прекрасно понимала, что это работа и что ей придется нести ответственность за свои слова и за то, что она делает. И когда человек плохо выполняет работу, а я думаю, королева именно таким образом относится, да, безусловно, ну, это должно было плохо закончиться. Потому что вообще с английской династией и с английскими королевской династией игры очень плохие. Они всегда за членами своей династии следили, и если надо, их просто убирали, если они зарывались. А такое с ними периодически случалось, потому что у определенных членов в семье всегда была такая неслабая придурь. Более того, очень многие из них, в общем-то, склонны были к различным извращениям, чем, безусловно, ну, компрометировали, да, английскую корону. Поэтому никакой здесь новости нету. То, что этот журналист спровоцировал эту ситуацию, ну, тут как бы это вопрос интеллекта. Все вещи надо проверять и, в общем-то, относиться к этому, к любой информации весьма настороженно, особенно это касается таких глобальных вещей, и пусть уже там суд разбирается. Тем более, это дела давно прошедших лет, и мне интересно, почему эта история именно сейчас всплыла, не после того, когда, в общем-то, произошла трагедия в Париже с Дианой, да, с этой автокатастрофой и со многими, многими странными вещами, которые были связаны смертью принцессы. Ну, как заявил сам этот брат Дианы, многие спрашивают, почему я до сих пор ждал, чтобы рассказать правду о том, как появилась интеллектуальная страна. вот хороший вопрос. Хотя я давно знал, что Мартин Башир использовал фальшивые банковские выписки и другие уловки, чтобы заставить мою сестру дать интервью, потому что я только две недели назад понял, что и BBC об этом тоже знали, и еще они это специально скрывали. Ну, я не очень понимаю, то есть, то, что вот этот чувак подделал, типа, it's ok, а то, что вся корпорация об этом знала, это уже хреново, давайте разбираться, да, то есть, вот как-то так. Да, слушай, это все, все это очень странная история. Кстати, будучи в Париже, специально, не специально, там, короче, гулял я по набережной Седы, проходил мимо этого моста, вернее, там тоннель, да, где, да, я посмотрел, какое-то очень странное место, оно даже, если бы я абстрагировался от того, что там погибла принцесса, и что там произошло, оно как-то не внушает никакого оптимизма, радости, и так далее, и тому подобное, ну, ясно, если бы тоннели радовали, там было бы странно. Нет, есть тоннели, которые радуют, почему прикольные, да, да, красивые, я не знаю, посмотрел на это место, как-то странно, что там произошла эта катастрофа, действительно, водитель, наверное, был или пьяный, не знаю, я вообще не следователь, но место весьма странное, будете, если случайно мимо проходить, это недалеко, по-моему, от Эйфелевой, в принципе, башни, ну, не знаю, там пешком можно бродить долго, особенно, если хорошая погода, можете взглянуть, местечко дает достаточно странное, тут уж ничего не прибавить, не убавить, и об этой истории будут еще годами говорить, десятками лет, потому что до конца многие факты, многие моменты вообще непонятны, хотя Альфаэт, отец, собственно, любовника Дианы, он говорил, что все расследовано, и известны заказчики, и, в общем-то, следствие частного агентства, которое он нанял для расследования, оно закончено, где эти результаты, я тоже как бы затрудняюсь, почему? Судя по тому, что мультимиллиардер Альфаэт не распространяется по этому поводу, то, очевидно, заказчики были очень, или есть, или живы до сих пор, он, кстати, по-моему, владелец таких магазинов, там есть во Франции, там они торгуют всякой косметикой, заканчивают какими-то, не знаю, вещами, одежды какой-то, весьма милые магазины, по-моему, они так и называются, хотя, может быть, я ошибаюсь, по старости, тем более, из-за незнания французского языка, я мог что-то там перепутать, вполне себе возможно это. Так, давай к следующей новости перейдем. Не дня без коронавируса, в общем, я тебя поздравляю, именно 17 ноября, ровно год назад, тот самый китаец съел ту самую мышь, именно ровно год назад, мы записываем это, 17 ноября, коронавирус начал свое движение по планете, на сегодняшний день и час официально подтверждено 55 миллионов 666 тысяч 860 случаев заражения, миллион 337 тысяч 761 смерть. И по этому поводу новость, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, считает вакцинацию недостаточной для победы над COVID-19. Об этом заявил, в общем-то, глава. ВОЗ Тедрос Аданом Гебреюс. Эфиоп, между прочим. Да, кстати, я по твоей подаче сделал чего, ты говорил о вакцине, которую разработала немецкая, американская компания, да, и я потратил 10, даже 14 минут своей жизни для того, чтобы посмотреть интервью с создателями этой вакцины. Это, конечно, анекдот, да, то есть полный. Создала это чета из Турции, да, которые живут в Германии, на самом деле. Вот ты слышал когда-нибудь о вакцине, которое помогало от рака. Я тоже не слышал. Вот они всю свою жизнь занимались созданием вакцины или чего-то, какого-то средства. Результаты, понятно, нулевые. И вдруг они получили заказ от компании, и за 9 месяцев они создали удачную вакцину от ковида. При этом они почему-то в интервью постоянно, особенно вот этот создатель. Кстати, он похож на одного турка, он продает кебабы, да, недалеко от Александра Плац, может быть, это этот же человек, ему просто там приплатили, чтобы он выступил как, в общем-то, эксперт. Он постоянно, он вообще не привел никаких медицинских фактов в защиту того, что эта вакцина работает. Вот на протяжении интервью он постоянно говорил, что проведет дополнительные испытания для того, чтобы увидеть, как раса человека, его национальность влияет на результаты вакцины. Возможно, в кебабной, где он там учился, да, или школе турецкой, да, возможно, ему не сказали, что люди все, вне зависимости от расы, национальности, вообще одинаково устроены. Я понимаю, что эта новость многих шокировала, да, ученых, которые создают ковид, но у людей одинаковые органы. И вот этот рассказ про какие-то расы и воздействия, ну, слушайте, это вообще смотрелось как не то, что профанация. То есть русские пресс-конференции по поводу спутника выглядят как вообще серьезные научные форумы, да, в сравнении вот с этим интервью вот этого чудного исследователя, да, который по дешевке, в общем-то, сварганил вот эту вакцину. Кстати, в США сегодня сказали, что еще более крутая вакцина, сказали, что она круче, да, там она 95,4% у людей. То есть, а появится чувак, скажет, 95,8% у меня еще круче. Короче... Слушай, подожди, Стефанович, я тебя слушаю. Ты в принципе скептически настроен к тому, что могут в принципе какую-то вакцину создать или что? Не понимаю, почему такой скепсис? Скепсис вообще к уровню развития и к уровню специалистов, которые вообще этим занимаются, либо которые об этом рассуждают и при этом говорят, что они ее создали. При этом до этого о их достижениях вообще ничего не было известно. Вообще ни в какой, ни в какой отрасли, ни медицины, ни химии, ни биологии. Почему? Я понимаю, кстати, а вот хорошая ошибка, что ковид закончится, когда украдут все деньги, которые выделили на его лечение. Объявят, что, в общем-то, деньги закончены, ковида нету. Это просто, ну, совершенно выглядит, ну, это выглядит не то, что там непрофессионально, это выглядит просто некрасиво и страшно. Кстати, ковид продолжает убивать замечательных, прекрасных людей. Сегодня от ковида скончался необычный, неординарный, интереснейший режиссер Роман Виктюк. Он родился во Львове, проживал в Москве. Я даже просмотрел целый ряд программ, где он работает с актерами, где он делает какие-то постановки. У него был интереснейший метод работы с актерами. Мы не будем обсуждать и влазить, как различные таблоиды, желтая пресса, его сексуальность, его сексуальную, так сказать, рентацию, да плевать. Он был очень талантливым, интересным режиссером. И мы каждый день теряем все больше и больше хороших людей. В то время, как, в общем-то, многие люди, организации, которые от налогоплательщиков взяли миллионы, сотни миллионов, миллионы евро, там, долларов, бог знает чего, они занимаются просто, по сути, обманом, расхищением этих самых средств. В то время, как гибнут хорошие люди. И известные, и неизвестные тоже. Жалко всех, но в самом деле. Ну, и я бы еще отметил, что даже если предположить, что появится действительно реальная вакцина от коронавируса, не стоит вам на нее рассчитывать по той простой причине, что, извините, посчитайте, сколько людей надо вакцинировать. И даже если вакцинировать тех, кто находится в зоне риска, это еще как, не знаю, в районе миллиарда человек. Поэтому все еще носим маски, соблюдаем социальную дистанцию, это просто, ну, реально, моете руки, соблюдайте дистанцию, носите маски, это лучший вариант защиты. Не так, не так-то... И на этом, да, да, и на этом давай заканчивать. Пожелаем здоровья, счастья и всего хорошего нашим слушателям. Мы вас очень любим, берегите себя. Бывайте здоровы, живите богато. Альберт и Стефаныч клевещут. Ха-ха-ха.